Восприимчивость и тактильность у нас также отвечают кончики пальцев. Значит, на каких-то пальцах вы не найдете вот таких капелек. У вас может не быть такого, у меня может такого не быть, у кого-то еще может такого не быть. А потом раз, попадается человек, и у него там на двух, трех, либо на всех пальцах есть вот такие вот капельки, они называются. Их так называют капельки воды. Вот так они смотрятся, что снизу доминирует. Вот это высокого уровня тактильщики. Это люди, которые воспринимают все через призму того, что надо все потрогать, пощупать, ощутить. То есть для них тенденция прикосновений, как к себе, так и для других людей, будет играть важную роль. То есть тут как бы такой язык любви через прикосновения. Язык изучения окружающего мира через прикосновения. То есть вот это тоже очень важная особенность, которая связана с тактильным восприятием окружающего мира. Тоже себе зафиксируйте. Переходим дальше. У нас есть так называемые холмы на ладони. Холмы это считаются резервуары энергии, жизненных сил человека. И если у человека такая вот твердая рука и там прям явные такие мешки под пальцами их называют, то это человек, который обычно наделен лидерскими организационными задатками. А если мы видим ладошку, на которой отсутствуют такие холмы, то это обычно рука человека больше внутреннего такого развития, чем внешнего. То есть когда у нас большие холмы, у человека потребность заявить о себе, проявить лидерские качества, что-то организовать, ну и наоборот что-то исследовать, размышлять, больше для себя без стремления как-то ярко выделиться. Как это все смотрится? То есть можно вот таким вот образом смотреть. Вот допустим вы берете ладошку и смотрите сбоку. Вот у меня, например, вы видите, холмы сильно не развиты. Да, вот наверное не стремлюсь к известности. Наверное надо. А у вас могут быть выражены вот эти особенности. Если особенности здесь выражены, то я думаю вы можете наверняка похвастаться административно-лидерскими качествами. Либо у меня, ну у меня ладони следователя больше. Бывают также под отдельными пальцами выражены какие-то определенные холмы. Например, у меня больше всего выражен, например, Юпитер и Меркурий. То есть опять же вот так вот сбоку это смотрится. И можете посмотреть доминанта каких холмов присутствует. Понятно, что холм Венеры у большинства людей выражен. Вот здесь внизу у нас табличка, как называются холмы. Можете себе записать. Каждый холм несет определенную функцию. Например, если у вас будет больше всего выражен, вот так вот вы сбоку смотрите, больше выражен, приподнимается соответственно. Тоже это надо вот понаблюдать, нужна практика. Если у вас будет больше выражен холм Юпитера, то у вас будет стремление к проявлению лидерских качеств. Холм Сатурна выражен стремление к уединению, к организованности процессов, к такому погруженности в себя, к структуре определенной. Если у вас будет очень хорошо выражен холм Солнца, то, скорее всего, вы будете человек творческий, такой со стремлением проявить свой внутренний потенциал. Если у вас будет сильно развит холм Меркурия, то у вас либо коммерческие качества, либо стремление к тому, чтобы говорить, будет очень хорошо проявлено. То есть бизнес, коммуникация, общение, взаимодействие. Холм Марса у нас есть внешний и внутренний. То есть здесь показан внешний. Вот этот вот. Еще есть холм Марса здесь находится. Вот развитость вот этих зон указывает на некоторые импульсивные качества человека или бойцовские. Обычно у людей, которые занимаются спортом, холмы Марса выражены хорошо. Холм Луны отвечает за наше воображение, мечтательность, интуиция, творческий аспект, переживание. Вот если у вас сильно выражен холм Луны, то вы, скорее всего, будете человеком таким вот, который склонен впадать в саморефлексии, в переживания, в размышления. И обладайте богатым воображением. Ну и, соответственно, холм Венеры, который отвечает за сексуальность, за темперамент, за потенциал жизненной силы. То есть чем больше этот холм, тем больше сексуальной-творческой энергии. В целом, да, это одна и та же энергия. Поэтому здесь нужно немножко практики, но посопоставляйте, посмотрите. Я надеюсь, что общие принципы понятны. Опять же, если вы, как я на первой лекции порекомендовал, параллельно читаете одну из моих книг, либо там может быть две, то вы будете в свой конспект дополнять выводы, исходя из того, что мы сейчас говорим. То есть это может быть очень полезно. То есть немножко расширяете условно свой конспект. Потому что я говорю самые ключевые параметры. Чтоб легче было запомнить, вы можете сюда еще добавить. Значит, я надеюсь, что с холмами. Понятно. Вот в виде примеров можно привести, когда развит какой-то один из холмов больше. Например, слева мы видим здесь развит Марс. Это рука спортсмена. Часто руки спортсменов, руки военных, тех людей, которые задействованы с применением физической силы, либо работа руками развита вот эта вот ударная, так называемая, область. Холм Юпитера развит. То есть вот эта область подпальцевая отвечает за лидерские качества. Вот Меркурий развит. То есть мы смотрим вот эти вот припухлости. Ну и, соответственно, Венера здесь доминирует. То есть наша задача посмотреть, куда сосредоточена большая часть энергии, где она находится. То есть если у нас действительно это выражено явно. Кстати, впоследствии я буду учить вас, как снимать отпечатки при живом контакте, либо как окрашивать ладонь при дистанционной работе. И там то же самое. Если, значит, какой-то холм он больше по размеру, он будет окрашиваться в более темный цвет. То есть это видно и на отпечатках, и на фотографиях обработанных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова